Перед просмотром ролика я хочу, чтобы ты послушал. Сейчас ты видишь котика. Расслабься, дыши ровно. Ну, а теперь к делу. Это видео несет исключительно технический характер для тех людей, кто не может сидеть на одном месте без дела. Если ты ждешь новую рубрику или заброс, подожди еще чуть-чуть. Все отснято и находится на стадии монтажа. Ну, а для тех, кто остался, это видео обещает быть долгим и интересным. Готовь печеньки, запасайся кофейком и спасибо, что смотришь. Ну, а я начинаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вся эта информация полезна только исключительно тем, кто любит заниматься какими-либо поделками и любит делать что-то своими руками. Людям, которые включили и попали на это видео впервые, я думаю, не в такой тематике им будет неинтересно. Поэтому я стараюсь абсолютно работать на всю публику и аудиторию. Как вы видите, вживу я очень много заикаюсь и я думаю, монтажа здесь наигранности будет просто минимально. Мне это просто ни к чему. В данном формате я просто рассказываю, что было проведено и как это было сделано. Всем привет! Это небольшой влога в видео. Давно не было новостей на канале. Сейчас, следом за этим выпуском, буквально через день, через два выйдет новое видео. Видео проверки лайфхаков, DIY. Не знаю, просто это рубрика, в которой можно расширяться и расширяться значительно. Изначально канал планировался как DIY канал, но так как с заброшки снимать проще, не требует никаких вложений, оно, знаете, как-то проще это снимать. Но я понял со временем, что от своего я не уйду. К сожалению или к счастью, сложилось так, что я привык работать руками. Я работаю руками действительно много. И да, да, это не то, что вы подумали. Просто я привык что-то мастерить. А в проверке лайфхаков, возможно, это такая некая частичка того, что будет происходить в дальнейшем. Естественно, будет развитие. Я не буду только на этом стоять. Будут большие планы. Теперь непосредственно куда же я пропал. Было много проделанной работы. Очень много. Меня не было, по сути, по нормальным выпускам уже почти полгода. Канал простаивал. Я что-то выпускал. То же самое про церковь. Но в итоге, как само видео, мне не понравилось. Поэтому я не удалил. Оно просто скрыто. Так как там действительно были хорошие просмотры. Но это не мое. Я понимаю, что это не так. Теперь непосредственно давайте поговорим о том, куда же я пропал. И что вот все вот это на столе. На столе это часть моего костюма. Костюма для заброшек. Я решил развиваться и как-то, знаете, поставить видеосюжет как-то на первый план больше. Потому что у меня есть проблема такая. Я больше визуал. Мне нравится, чтобы картинка была идеальная. Но их видео не уходило, потому что забросы крайне сложно найти. Они находятся либо в плачевном состоянии, что там просто невозможно находиться, либо находятся под охраной. И поэтому я решил как-то совмещать рубрики и добавить какую-то рубрику, чтобы канал не простаивал. Потому что подписчики не растут и это очень-очень плохо. Поэтому я очень сильно надеюсь на вашу помощь и поддержку, что снизу для того, чтобы мой канал продвигался, вы оставите комментарий. Неважно какой. Любой комментарий. Нравится вам, не нравится. Как сегодня день прошел. Чем вы занимаетесь. Просто чем больше комментариев, тем лучше. Можно один, два, три. Давайте пообщаемся с вами в комментариях. Я всем отвечаю и мне приятно видеть такую отдачу. По поводу того, куда же все-таки я пропал, я, наверное, не расскажу. Может быть, если вам интересно будет, я буду кусочками влоги выпускать. Потому что я все снимал, где я был, как я время проводил. Ну, а теперь вернемся к костюму. За то время, которое у меня не было, я построил себе, скажем, функциональный костюм для съемок. Железного человека. Назовем это так. Что в него входит? Первое. Давайте покажу подробно и начну с мельчайшего. Первое. Это газлифты. Это такие интересные вещи, которые работают на сжатом воздухе и выдавливают шток. Вещь интересная, но, к сожалению, за отсутствием и неимением всего инструмента, которого бы хотелось мне, они не пригодились так, как изначально это планировалось. То есть, у меня костюм получился не полностью таким, как я хотел. Давайте перейдем дальше. Вот моя рамка. Рамка, в которую я снимаю. Здесь по центру ставится камера. И надевая ремень на шею, я бегаю и снимаю. Сняв выпуск, который тоже должен выйти на днях, я понял, что у меня большие проблемы. Во время хождения, не знаю, по дороге или где-то еще, рамка все время наклонена вниз, потому что мне удобно так носить. И я все время снимаю землю. Это крайне некрасиво. Поэтому я решил ее модернизировать. В эту рамку входит сама рамка, две удобные ручки и крепление для фонарей. То есть, у меня сюда касаются фонари. Следующим я сделал жилет. Жилет занял у меня очень много времени. Вот такой жилет. Видите наименование моего канала. Точнее, меня и моего канала. С этой стороны пластик. Для того, чтобы... Это для безопасности. Изначально я хотел здесь провести светодиоды, чтобы они очень красиво горели. Но я понял, что чисто визуально это красиво. Но чисто технически сделать это проблематично. Я не электрик. Мне тяжело провести и паять какие-то либо мелкие детали. Я привык работать с грубыми и большими деталями. Собственно, он нашел свою роль в безопасности. Потому что если в случае удара ножом или чего-либо еще будет во время заброса в спину, он не пробьется. Это 4-х миллиметровый пластик белый молочного цвета. То есть он не расколется, он не пробьется, с ним все будет хорошо. Весь корпус сделан и изогнут по моей спине специально по заказу. Если вы можете посмотреть, увидите, здесь есть изгиб. Из металла. Лист четверки. Он не тяжелый, так как нагрузка распределяется по спине. Да, добавляется килограмм 5 в сумме, но это не тяжело. В принципе, нагрузка не ощущается. Также, с другой стороны, я себе для большей удобности, можно посмотреть. Вот он сам, этот пластик вырезанный по форме. Все это делается исключительно вручную. Все это делаю я сам. Вы можете обратить внимание, что здесь есть для спины упоры. Это с рюкзака, для того, чтобы было более мягче и более, как это, анатомично сидел весь этот жилет. Жилет на мне висит следующим образом. То есть я его одеваю на спину. Никакого дискомфорта я при этом не испытываю абсолютно. Он как рюкзак одевается. Вот. И таким образом он выглядит на спине. То есть никакого дискомфорта, никакой тяжести я не ощущаю. Даже при длительном времени, как я ходил. Но это одна часть из большой составляющей всего жилета. Вторая часть моего жилета выглядит следующим образом. Это рамка. Рамка, которая вешается на этот жилет. То есть она одевается вот таким образом. Вставляется в жилет вот в эти боковые отверстия. Я вам потом сейчас по ходу буду собирать, я покажу. Таким образом вставляется эта рамка в жилет. И к ней уже крепится вот эта рамка болтами. Вторая рамка. То есть получается, что я все время выставив один угол под 90 градусов относительно земли, камера уже не уходит у меня вниз. Поэтому как бы я ни двигался, камера будет смотреть исключительно только вперед. Ну а дальше как оно будет выглядеть, уже по ходу дела я вам покажу. Третий элемент, даже уже четвертый элемент, это хвост. Хвост с креплением для GoPro. Все это исключительно сделано своими руками. Здесь находится резьба. Резьба 20 шаг 1 в алюминии. Очень тяжело ее резать, не имея ни тисков, ничего. Абсолютно зажимая трубу, она проворачивается. Очень тяжело. И, конечно же, сваренное крепление для GoPro с мягкими подкладками, чтобы камера не вырубнула и не улетела. Ну и, конечно же, сюда будет одеваться фонарь для того, чтобы можно было видеть, что и куда видит GoPro. Нет, ну вот у меня слетел фонарь. Какой верхний? Вот так вот оно и происходит. Паранормальщина. Мы еще снимать и начали. Она уже... Ёки-палки. Теперь давайте непосредственно перейдем к сборке. Весь костюм держится непосредственно на четырех болтах. Это четыре болта М10. По-моему, 50 длины, так как у меня труба сама 20 профильная. И 1,60. И также мы имеем два болта... Ну, странно, М10. И один болт М12. Где-то, видимо, еще один болт потерялся. Ладно, это я походу найду. Давайте теперь непосредственно перейдем к сборке костюма. Первое, что нам понадобится, это сам жилет. Когда мы ставим жилет, то есть одевается в него рамка. Рамка одевается следующим образом. Можем обратить внимание. Есть к нему такая же профильная труба, только 25. В нее 20 прекрасно вставляется. Только в одном положении. То есть и до определенного размера. Вставили мы эту рамку. Теперь дальше нам необходимо закрепить. Крепится она двумя болтами в двух местах. Раз. Два. И также с другой стороны двумя болтами. Раз. Два. Все. В этом положении рамка вместе с жилетом становится одним целым. Монолитным. Рамка уже никуда от жилета не денется. И, соответственно, нам необходимо закрепить. Я сейчас просто наживлю, потому что это не имеет большого смысла. Так как рамка уже имеет большой упор. И куда-либо она уже не денется. Просто чтобы показать. С одной стороны. И с другой стороны. Все. Рамку закрепили. Она монолитна. Следующим шагом. Следующим шагом нам необходимо. Так как я рассказывал про газлифты. В комплекте с этими газлифтами, по-моему, они на 6 килограмм шли. Вот такие шаровые крепления. Сами газлифты, я покажу поближе, крепятся следующим образом. Здесь есть отверстия. В эти отверстия вставляются вот такие маленькие скобы. Вставляются и защелкиваются. Защелкиваются они с этой стороны. Все. Газлифт готов к креплению. С одной стороны. И с другой стороны. И вот в эти крепления, которые шли в комплекте, они сейчас приварены к костюму, мы одеваем газлифт. Нам потребуется некое усилие, чтобы его сжать и одеть. Говорю еще раз. Если вдруг какой-то болт ослабнет, газлифт будет вытягивать его наверх, всю эту рамку. За счет этого второй болт, который стоит здесь, неважно, ослаблен он или нет, его просто заклинит. И он никуда не денется. Теперь непосредственно крепление второго газлифта также одеваем. Также прилагаем усилие, равное 6 килограмм. И одеваем газлифт на место. Все. Рамка, рамка никуда уже отсюда не денется. Она монолитна вместе со спиной, вместе с жилетом. Следующим шагом, который нам понадобится, это крепление рамки второй, там, где стоит фотоаппарат, к основной рамке. Все размеры подогнаны так, что когда у нас первая рамка заходит внутрь второй, у нас остается некое расстояние. Покажу вот с этой стороны. Я сейчас разверну. Вот. Вы можете видеть, что здесь есть некое расстояние, некий люфт. Это сделано для свободного доступа. И уже сюда мы также одеваем болты М10 с центральной стороны. С одной стороны. Здесь должны быть не М10, здесь должны быть М12. Здесь должны быть М12. Я перепутал. С одной стороны болт одеваем М12. И самое главное, я забыл вам сказать, вот с этой стороны профильной трубы, вот с этой стороны профильной трубы, приварена гайка. Покажи вот эту гайку. Вот она, эта гайка. Видно? Гайка для того, чтобы, натягивая сам винт, мы могли регулировать натяжку рамки. То есть, это сделано для того, что если мы ключом немножко подтянем, наша рамка будет стоять жестко. Она не будет болтаться таким образом. И все будет на своих местах. И у нас остался последний болт М12, который одевается с этой стороны, тем самым создавая опять монолитную конструкцию. Он также вкручивается в эту гайку, которая приварена. И при определенной натяжке рамка уже не будет двигаться ни в какую сторону. С одной стороны и с другой стороны. Все. Рамку мы зафиксировали. Она уже монолитна. Следующим шагом нам подобиться я сделал вот такое крепление для лицевой камеры, которая почему-то грязная, непонятно в чем. Для лицевой камеры. То есть, здесь автомобильный держак для телефона. И, собственно, также профильная труба двадцатка, которой приварена площадка. То есть, для того, чтобы вы видели мое лицо, я ставлю также эту штуку сюда. Одеваю два винта. Надеваю, продеваю. И затягиваю снизу. С этого расстояния, которое снизу, этого достаточно. Раз. И два. Все. Рамка готова. Сюда мы можем спокойно поместить телефон. Таким образом. Вот стоит телефон. И все. Он снимает мое лицо, которое находится где-то здесь. Ну и последним шагом у нас это прикрепление хвоста, в котором стоит GoPro и снимает вид со спины. Вот в эту шпильку м20. м20. Я закручивать ее не буду, потому что это абсолютно ни к чему. Таким образом, вы можете посмотреть, как это все выглядит. Вот такой костюм скорпиона можете посмотреть. Я собрал за то время, пока меня не было на канале, так как я считаю, что визуальная составляющая должна быть на первом месте. Кому было интересно, ставьте лайк, пишите, нравится ли вам такой формат. Очень тяжело, очень устал. Время уже 3 часа ночи и снимаем ролик за роликом. Такой на лайте. Надеюсь, вам понравилось. Напишите в комментариях, как вы это оцениваете. Стоило ли оно столько усилий. Ну а на этом у меня все. Меня зовут Майк Стил. Это канал Rocket Mike. До встречи и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok